Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! Слышно? Скажите так, если слышно. Да, прекрасно, прекрасно. Так, давайте представлюсь. Ну, кажется, меня тут все знают. Я Бахтина Елена. Я основатель системы старости «Нет». И я думаю, что вы со мной хорошо знакомы. Передо мной сегодня стоит задача, которая обычно передо мной не стоит. Мне нужно... Обычно я просто выполняю черновую работу. Я каждый день делаю там или рилсы, или какие-то... Ну, в общем, я делаю очень-очень много рилсов, потому что, оказывается, в последнее время, наверное, эта тенденция сохраняется в ближайшие, не знаю, три года. Для того, чтобы привлечь новых людей на свои социальные платформы, нужно делать, как говорит Ирочка Самшаса, пилить много видео. И она прям мне сказала... Лена, сейчас я выполню все ее инструкции, потому что это поможет вам. Она мне сказала вот что. Как снимать интересные ролики. Вот. Давайте начнем с самого главного, друзья. Когда вы поставили перед собой экран телефона, вот что меня больше всего, ну, как бы, беспокоит? Меня больше всего беспокоит, как ни странно, это как я выгляжу. Вот меня не очень беспокоит, что я скажу. Наверное, это связано с тем, что у меня огромное количество информации внутри, и я все равно что-нибудь скажу. Вот. И главное, что я люблю пробивать людей. Смотрите, наша задача с вами — не поумничать, а пробить человека, чтобы он что-то сделал, да, чтобы он сделал какое-то действие, которое будет ему полезно и вам выгодно. Вот такая вот интересная задача. Поэтому я долбаюсь прямо, чтобы сделать себе хорошее освещение. И иногда у меня плохое настроение, потому что я иду по красивому парку, я что-то там такое делаю. А освещение, извините, говно. И у меня не получается ни один ролик. Поэтому я очень рада, что у нас теперь в Инстаграме есть прекрасные фильтры. Не делайте себе огромные ресницы, не делайте себе там какие-нибудь стоячие вот эти вот скуловые кости, да. Вот это вот всё не делайте, но сделайте так, чтобы было выравнивание тона лица, вот, и тогда вы себе будете нравиться вот в видео. А когда вы себе нравитесь в видео, ну, легче давать полезную информацию. Но это, может быть, меня только касается, потому что я эстет и максималист. И ещё женщина, что не хочет сдаваться. И ещё говорю я об антиэйдж. Поэтому я как бы чувствую, что я должна и обязана выглядеть, ну, не так, как я вот выгляжу, а, может быть, лучше. Вот. Но потом меня люди в живой жизни встречают, говорят, Лена, ты так в живой жизни лучше всё-таки выглядишь. Я думаю, фух, замечательно. Какой я использую фильтр? Вот буквально выравнивание тона лица. Вот такой, я могу, конечно, сфотать и сбросить, но такой, который не меняет структуру лица, меня не украшает, ресницы мне не рисуют. Друзья, вот главное, чтобы ресницы никто не рисовал вам дополнительные. Это, конечно, наверное, прикольно, но, честно говоря, не очень. Я поняла ваш запрос, я вам сброшу, я вам сброшу. В общем, фильтры постоянно меняются. Я вам сейчас один сброшу фильтр, а завтра он у вас исчезнет, как у меня в одном из инстаграмов, не знаю. Выбирайте Nature, Nature. Вот я выбираю всё, что начинается с Nature, и просто смотрю, как я в этом фильтре выгляжу, как я в этом, как я в этом фильтре выгляжу. Ещё раз, чтобы губы вам не рисовали, чтобы вам ресницы не дорисовывали, чтобы вам румяна не дорисовывали, чтобы вам не дорисовывали эти, как они называются, тени. Просто, чтобы вы были максимально натурально выглядящими. Единственное, что плохое освещение, недостаточное освещение делает дополнительные какие-то там, ну, неровность, тона лица, вот где-то там тени под глазами и так далее. Вот это, ну, я думаю, для меня это важно. Я не знаю, может быть, вы об этом вообще и не думали. Но пересматривая свои видео, мне нравится, когда я выгляжу хорошо. Вот это вот единственное, что может меня сбить и сделать мне плохое настроение при записывании видео, когда я не нашла, где это сделать. Поэтому в целом, что я... Извините. Что я делаю? Конечно, у меня есть вот такая вот штука, и вот такая штука, я её вожу всюду за собой. Поставила, и везде хорошее освещение. Единственное, что я могу агрессировать на свою команду, когда они говорят, «Лена, запиши на море!» Девочки, вы пробовали писать на море? Это же просто капец какой-то. Там такое непредсказуемое освещение. Ну, в общем, тезис такой. Ничто так не красит женщину, как фотошоп, но мы её не пользуемся. Вот. И хорошее освещение. Нет, я за хорошее освещение. Окей? То есть, покрутитесь, покрутитесь со своим смартфоном, вот так вот вокруг покрутитесь, и найдите в любой точке то освещение, которое вам больше всего нравится. Ну, тогда вас и воспринимаю... Я уверена, что люди и воспринимать вас будет намного проще. Второе. Вот я поставила перед собой смартфон, мне нужно записать полутораминутное видео, ролик. Рилс. Кто пилит Рилс, извините. Кто? Давайте, ручки поднимите. Так, вижу троих. Троих вижу. Окей, окей. Значит, что важно? Друзья, представьте... Я просто вижу людей, которые хорошо разговаривают, которые умненькие, которые готовы донести пользу. Ну, как только они ставят перед собой экран, который будут записывать, сразу вылетают все мысли, сразу непонятно, что говорить, и такой ступор. Боже, 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 боже. У кого так? У кого так, да? Смотрите. Значит, вы просто не понимаете, кому говорите. Вот давайте с этого и начнём. Надо понимать, кому я это говорю. У меня собирательный образ. У меня девочка, которая... Ну, так как я в основном работаю для молодости и красоты, да? Да, спасибо, спасибо. Да, кто пишет мне, я смотрю, что вы пишете. Да, 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 верно, верно, верно. Я на это ориентируюсь. Подбадривайте меня, да. Значит, смотрите. Смотрите, я ориентируюсь на среднего своего клиента. Например, вот сейчас мне дали задание. Вот смотрите, я сейчас прям практика. У нас сейчас с вами будет практика. Мне сейчас дали задание. Лена, Лена, сейчас скажу. Если сможешь... Так, если ты не можешь по каким-то причинам сдать анализы и понять, есть ли у тебя инсулино-резистентность, обрати внимание на эти симптомы. Девочки мне пишут. Мне нужно рилсы записать на одну минутку. Пиши слово «тест», чтобы определить скрытые опасности своего организма. Вот мне на вот эту... Мне нужно написать рилс. Так, и я думаю, кому будет обращена моя идея? Моя идея будет обращена к женщине, которая, скорее всего, родила одного, двоих, троих. Забила на себя, потому что она же растила этих детей. Набрала лишний 10 килограмм, скорее всего. Заметила, что у неё почернело. Вот здесь вот раньше она здесь цепочку носила, а теперь думает, что вот этой цепочке у неё здесь почернело шея. Или вылезли папилломы, или растрескались пятки, или повылазили волосы, или у неё такой вечерний жор, что, мама дорогая, вот я примерно представляю вот эту женщину. Смотрите, я должна в неё попасть. Вот представьте, что у вас дротики такие, дротики, и вы должны в своём тексте прям... Чтобы этот дротик ей прям... Точно, это про меня. И потом вам скажут, Боже, Лена, ты вот это вот проговорила, протараторила, а это всё про меня. И про пятки, и про черноту в паховой области, и про вечерний жор, и то, что я на утро просыпаюсь и думаю, ну как я могла сожрать вчера целую пиццу, ну как? Я же умная женщина, но только по утрам. Вот, понимаете? Вот я в неё должна попасть. Вот поэтому вам нужно... Вот эту информацию, которую я даю в богатом нутрициологе, да, как проявляются вторниковые вот эти вот наши штучки, да, вторниковая запись, как проявляется та или иная патология. Вы же все идут практически из богатого нутрициолога, или ещё сидите в засаде, ну придёте когда-нибудь в богатый нутрициолог, и вы поймёте, что я там даю все вот эти вот жалобы, и наша задача попасть дротиком в жалобы. Скажите, эта женщина, которая довела себя до инсулинорезистентности так, что я в неё дротиками прям попадаю, она умнее меня или она глупее меня? Нет, она меня не глупее, друзья. Она такого же уровня интеллекта, как я, но у неё специализация в другой области. Она лингвист или бухгалтер, или, ну не знаю, чем-то там, она инженер или ещё кто-то. А здесь она не имела образования, поэтому пропустила. Поэтому, когда я на неё настраиваюсь, я думаю, кому я говорю. Я говорю с уважением, но при этом я говорю женщине, которая пропустила гол в свои ворота, нажрала, извините, себе инсулинорезистентность. Я представляю себе этого человека. Поэтому я вот в этом направлении, в плане здоровья, я немножечко умнее её, конечно. Я немножечко умнее её. Буду ли я говорить заносчиво? Нет. Буду ли я говорить с заботой? Буду. Потому что буквально к концу видео я сделаю вот что. Я протяну ей руку, я скажу, пошли вместе, я знаю, что с тобой делать. Давай, давай, давай. И я её вытащу из этой инсулинорезистентности. И я прям внутри, я сажусь писать видео, представляю себе всю картину. Вот представьте себе, кто представляет 10 женщин, что вы их вытащите оттуда? Кто представляет себе много, вот сколько услышит, столько и вытащите. Ну, в общем, всё зависит от масштаба вашей личности. А кто занимается нутрициологией, у того масштаб личности растёт, потому что это помогающая специальность. Поэтому настройтесь на тех, кому вы говорите. И тогда из этого идёт, как вы это говорите. Я иногда вижу такие рился. «Девочки, приходите, пожалуйста, ко мне. У меня хорошие результаты. Я буду очень стараться, я буду много-много вам уделять внимания. Приходите, пожалуйста, ко мне». Это что? Это просьба, и вы ставите себя в просящую позицию. Друзья, не ставьте себя в просящую позицию. Вот обратите внимание, вы сейчас с деньгами. Вы сейчас каждый день обеспечиваете свою жизнь. Вы прямо сейчас имеете чем накормить семью, одеть детей во что-то, попутешествовать и так далее. У вас сейчас по финансам всё окей. Вы просто хотите или лучше добавляйте к своей деятельности нутрициологию, или вы хотите, потому что вам это нравится, тогда смотри первый пункт, кому ты говоришь, и попробуй принести пользу этому человеку. Или вы хотите поменять сферу деятельности, чтобы потом переключиться на доход из нутрициологии. Но у вас, вы сейчас не стоите на паперте с протянутой рукой. Почему у вас должна быть просящая позиция? Никакой просящей позиции. Вы стоите в позиции дающего человека. Соответственно, тот же самый пример на текст, но он будет с позиции дающего человека. Друзья, все девчонки, которые хотят быть красивые, молодые, которые хотят иметь тонкую осинную талию, все эти девочки уже у меня. У меня крутые результаты. Приходите, будем заниматься вместе. Что я обещаю? Я обещаю, что если вы мне будете слушаться, то у вас будет минус 3 сантиметра в талии и минус 2,5-3 килограмма за один месяц. Поэтому приходите и проверьте. Это по-другому звучит? Я сделала призыв. Все нормально. Но у меня призыв с позиции дающего человека. Я тот, который может помочь. Поэтому первое, кому ты говоришь, сформируйте собирательный образ человека, кому ты говоришь. Причём, когда, допустим, видео по инсулино-резистентности, это одни люди, а видео по волосикам, по волосикам, например, это будет более высокоинтеллектуальное видео или менее высокоинтеллектуальное видео. Чтобы догадаться, что ты в инсулино-резистентности, нужно немножко больше мозга. А чтобы увидеть, что у тебя на расчёске остаётся не 3 волоска, как обычно, а 10 волосков, как обычно, это меньше интеллекта нужно. Поэтому, когда вы пишете видео по выпадению волос, то вы упрощаете свою речь, чтобы пробить как можно большее количество людей с более низким интеллектом в плане здоровья. Ну, извините, ну, так и есть. Так и есть. Вот, ну, так и есть. Чем проще проблема по здоровью, тем, ну, проще нужно говорить. Итак, первое, кому ты говоришь? Формируем собирательный образ. Кому вы хотите помочь? Именно этим видео. Второе, как ты это говоришь? С позиции просящего человека, с позиции дающего человека. Главное, без зазнайства, друзья, сразу говорю, что у вас вообще не будет никаких проблем, если вы, если не будет гордыни. Потому что, ну, как бы, гордыня, она наказывается унижением. Знаете? Только проявил гордыню в отношении здоровья, ба-бах, какой-то случай такой, что, ну, как бы, не знаешь даже, что делать. Вот, вроде бы, ты и не виноват, ты всего лишь кормил и давал биологически активные комплексы. А что-то там такое, там, ну, не знаю, там попрыщило, поплющило, и вы не знаете, как из этого выйти. Но у вас есть чат, богатый нутрициолог, где можно нажаловаться. Вот. И мы все вам поможем, и я помогу. Вот. Так что, ничего страшного, вы не можете убить человека нутрициологией, слава богу. Пусть переживают хирурги, которые его могут зарезать. Вот. И терапевты, которые его могут отравить лекарственными препаратами. Мы переживать не должны, не можем, потому что всё, что мы делаем, мы немножко меняем питание, чуть-чуть, и то не всё 100%, да? 20% питания меняем всего лишь, и смотрим, как он реагирует. И добавляем травы, витамины, от которых только легчать должно быть. Окей. Итак, кому ты говоришь, вы прикинули, как ты это говоришь, вы прикинули, зачем ты это говоришь, зачем вы включили микрофон и начали писать этот рилс? Куда вы его ведёте? Бывают, друзья, рилсы, никуда не ведущие. Бывает. Может быть, поначалу, первые 100 рилсов и надо записать никуда не ведущие рилсы. Ну, по крайней мере, введите, напишите мне в директ. Всё равно куда-то нужно везти. Вот я обычный человек, и я совершенно не образована в плане, например, парных отношений. Ну, к примеру, или в плане английского языка. Ну, как бы, тут или здоровьем занимайся, да? Или, ну, не можешь ты везде быть умным. Поэтому уровень интеллекта в плане английского языка у меня очень низкий. И вот я слушаю рилс. А хочешь научиться говорить уже через три месяца, спокойно поддерживать разговор с иностранцем, путешествовать, общаться на ресепции и так далее, и это всего лишь 15 минут в день, переходи в наш инстаграм-канал, к примеру. Всё, я знаю, что мне делать. Я не просто так провела полторы минуты, друзья. Вот смотрите, если вы записали рилс и никуда не ведёте, человек думает, «Блин, я потерял сейчас полторы минуты». Она, конечно, поумничала, всё прекрасно, но что конкретно? Нет, я всё понял, но что конкретно ты имела в виду, да? Вот поэтому куда-то ведите. Нам нужно растить свои социальные сети. Вот туда и ведите. Если вы вдруг решили там собрать всех на детокс, туда ведите. Вот я сейчас зачем всё это? Смотрите, у меня сегодня рилс, ничего себе, на час, да? Такой рилс огромный на час. Вот. Я куда вас веду? Кто ещё не в богатом нутрициологе, я вас в богатый нутрициолог веду, потому что для того, чтобы уверенно говорить о здоровье, чтобы из вас рилсы текли рекой буквально, чтобы у вас каждый день было, ну не знаю, по 10 рилсов вы хотели бы записать, потому что у вас есть фактический материал на эти 10 рилсов, на все 10 рилсов у вас есть фактический материал. Так его же где-то брать надо. И где это богатый нутрициолог, кто, смотрите, ну это уже технология, да, кто досидит видео до конца, я расскажу, где в богатом нутрициологе зарыты эти рилсы. Ну, расскажу, конечно. Всё, мы разобрались, кому говорить, это самая важная настройка. Как говорить и зачем говорить. Вот. И ещё очень важная настройка. Не лейте воду. Вот старайтесь никогда не лить воду. Меня оскорбляют видео, которые водянистые. И я вот выключаю рилс и думаю, интересно, а что она сказала? А она сказала, ну не знаю, вот чуть-чуть, и только то, что я знала. Понятно, что люди, которые вас слушают, они знают то, о чём вы говорите. Ну, как бы, в основном все всё знают. Но иногда люди идут на энергию, просто на энергию. Вот, ой, Елена, я за вами слежу уже два с половиной года, и я прям все ваши видео пересмотрела. Я потом нашла вас и в YouTube, весь YouTube пересмотрела, уже на пять килограмм похудела, вес остановился, и, ну всё, и теперь я решила прийти к вам наконец на обучение, потому что я вам верю. Вот, вот это потому что я вам верю. Старайтесь в рилсе, у вас не будет другой возможности. Иногда человек откроет вас только один раз, а потом будет проматывать, потому что вы за это видео, ну как бы, воду налили, а проблематику не рассказали. И вот задача, задача, чтобы каждый рилс немножечко обучал человека, там за одну минутку много не успеешь, но без воды вы успеете уложить и пользу или встряхнуть человека, ты посмотри, ты на границе с сахарным диабетом, ты что, совсем тебе жить надоело что ли? И куда-нибудь отправить. Вот, то есть, если меня спросить, какая твоя основная эмоция, когда ты записываешь рилсы? Вот сейчас я заткнусь на 10 секунд, а вы мне напишите или проговорите, напишите мне в чат свою основную эмоцию, вот, когда вы эти рилсы пишите. Лена, какая вы настоящая, да, сердце к сердцу, вот, это люди чувствуют, да, Валентина? Друзья, это прям задание, у нас здесь есть чат участников, какая ваша ключевая эмоция, когда вы пишете рилсы? Я эмоции сейчас перечислю, если вы вдруг заблудились. Радость, страх, гнев, интерес, там, забота, например, что там у нас еще бывает, интерес сказала, да, где-то 8 основных эмоций, где-то 8 основных эмоций, что-то я пропустила, но бывает ненависть, еще эмоция такая сильная, да, желание поделиться, забота люди пишут, да, вот, да, 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 иногда я вижу рилсы, не ваша любовь, любовь точно, забыла же любовь, да, иногда я вижу рилсы, не ваши, нет, а вот, ну, как бы залетные такие, есть самолюбование, вот таких много, особенно, там, у девчонок, которые показывают свой стиль жизни, и вот она прямо умирает от того, какая она красивая, умирает от любви к себе, буквально, и вот она такая прям, она пишет рилс, а сама себя поглаживает, и все такое, радость и забота, да, вот, она прям вот не может, сейчас, извините, не буду говорить это слово, я такое недослушиваю, потому что, ну, слушайте, оно мне надо, ее любовь к себе демонстрировать мне, вот мне, вот вообще все равно на ее любовь к себе, моя задача, полезна ли мне, поэтому забота к ближнему, да, любовь и забота к ближнему, желание помочь, желание быть полезной, да, все, этого достаточно, чтобы у вас был правильный, да, настрой, интерес и польза, точно, точно, потому что мы с вами кто? Мы врачи, что ли? Нет, мы не врачи, мы мотиваторы, мотиваторы, вот смотрите, она набрала 20 килограмм лишнего веса, или она там, допустим, последний раз занималась спортом в 11 классе, или у нее там пигментные пятна, и она уже прям не знает, что с этим делать, а вы знаете, и вы можете помочь, это любовь, забота и желание быть полезным, хорошо, без воды, дальше, как структура самого рилса, структура самого рилса, вот смотрите, я вам продиктовала, что мне девочки написали, вот им нужна вот такая структура рилса, первое, что вы проговариваете, когда открываете рот, это тот запрос, который чаще всего, который может захватить внимание человека, вот в том будущем рилсе, что я вам сейчас зачитала, запрос такой, что делать, если я не могу сдать анализы, как проверить, у меня есть инсулино-резистентность или нет инсулино-резистентности, вот, я это и проговариваю, потому что у вас не полторы минуты, друзья, у вас 10 секунд захватить внимание человека, вот, и каждый сейчас по своей теме, каждый сейчас по своей теме, можете быстренько набросать, вот, такое что-то основное, что делать, если я не могу закрыть рот после 18.00, это пойдёт, это пойдёт, что делать, если появляются всё новые-новые пигментные пятна, или что делать, если у меня аллергия, вот, в основном, в основном это что делать, вот, вот, такой запрос, то есть проговариваем актуальную тему, которую вы будете раз раскрывать, и иногда, где же найти эти актуальные темы, вот, я не могу их выдумать, да, что делать, если утром встала, уже устала, чудненько, спасибо, что помогаете, прям пишите, да, потому что вы же, если сейчас каждый из вас напишет, у вас уже будет сколько рилсов, сколько нас тут человек, 56 участников, 56 рилсов, вот, просто набросайте каждое, что сейчас в голову вам пришло, это будет просто букетище, так вот, я не умею выдумывать эти актуальные темы, потому что у меня, ну, фундаментальный взгляд на это всё, но мне помогает кто, кто бы вы подумал, кто бы вы думал, думаете, мне помогают, мне помогают сами клиенты, потому что, что делать, если я покрылась папилломами, точно, да, вот, клиенты, они пишут вопросы, но так как у меня три инстаграма, и я просто решила, что я больше не могу все три вести, у меня ютуб-канал, у меня тикток, у меня три фейсбука, в общем, у меня в каждой социальной сети, конечно, сидит менеджер уже, который собирает эти вопросы и делает из этих вопросов мне актуальные темы, просто собирайте вопросы, но когда я работала сама на себя, то есть у меня не было ещё такой команды, что я делала, друзья, я утром просыпалась и заглядывала, что мне за ночь написали, да, я заглядывала, что мне за ночь написали, мне писали вопросы, а ночам люди, им нефиг делать, и они пишут вопросы, я утром выбирала самый интересующий меня вопрос, и тогда не было рился в друзья, я начинала, ну, так, серьёзно, в 2010 году, тогда ещё особо не было никаких вот этих вот социальных сетей, я просто писала пост и закладывала его во все социальные сети и в блог, а мой блог три года никто не читал, это к вопросу, ой, у меня ничего не получается, я уже пишу рился или пост целых 10 дней, а у меня ничего не получается, знаете, что Бахтина писала посты в блог, который создала на коленках, это бесплатная платформа, блог спот ещё тогда была, и три года никто это не читал, но когда пошли социальные сети, я себе сказала, Лена, спасибо за то, что ты не лентяйка, за то, что ты каждый день писала один пост, я взяла все эти посты, и у меня контент был в моих социальных сетях, тогда, я помню, появились одноклассники сначала, потом появился Фейсбук, я не сразу его приняла, потом появился Инстаграм, я долго сопротивлялась зарегистрироваться даже в Инстаграме, я не понимала, что с этими сиськами и письками можно делать, а потом я уже перестала сопротивляться, и когда пришёл ТикТок, мне просто Ира Саншаса говорит, мы нужны в ТикТоке, я посмотрела на этот контент в ТикТоке, просто, Ира, я, ну, танцующие мальчики, танцующие девочки, какие-то голые женщины, вот, и говорит, что, что, и там, возможно, была одна минута информационная всего лишь, вот, но я зарегистрировалась, и сейчас есть все сети, и теперь, когда вы пишете Reels или пишете текст, может быть, у вас тексты лучше будут идти, вот, пожалуйста, у вас все площадки наполнены, один Reels или один текст, каждый день можно делать, каждый день, как это делала я, если мне нравились два запроса, два вопроса от моих клиентиков замечательных, от моих подписюнчиков замечательных, то что я делала два поста, ну, обычно один, потому что надо ещё жить, нужно ещё работать и так далее, вот, где брать актуальные темы, смотрите, что у вас спрашивают, всё, дальше, вы проговорили актуальную тему, это же был пункт номер один, я проговорила сейчас актуальную тему, второе, я должна объяснить, как это работает, вот, например, как, не сдавая анализы, можно понять, что у тебя инсулино-резистентность, во втором пункте, как это работает, что я должна проговорить, видишь ли, ты так много ела углеводиков, что ты раскачала свои углеводные качели, и теперь у тебя не только в крови много глюкозы, но инсулина много, а клетка уже сказала, что мне не нужно столько энергии, поэтому прячет канал, через который глюкоза поступила бы в клетку и была бы сожжена, под мембрану, а инсулин со всей дури давит на рецепты, а он не просто так давит, он приводит к тому, что клетка делится, то есть он обладает пролиферативным действием, поэтому у тебя посыпало папилломы, поэтому у тебя черно на коже, черно в паховой области, растрескались пятки, и у тебя жор по вечерам, потому что инсулина дофига и больше, что я сделала? Я рассказала, как работает инсулинорезистентность и проговорила все вот эти вот пултики, чтобы в неё дротики прям полетели, это про меня, это всё про меня, я описала эту женщину, потому что я её представила, да, теперь нам нужно очень быстро сказать, что делать, вот очень быстро сказать, что делать, милочка, ничего не получится, нет таблетки от инсулинорезистентности, до тех пор, пока ты не перестроишь питание, вот как зашла в проблему, так и выходи, ты как зашла в проблему, через еду, вот и выходи через еду, я тебе помогу, так, значит, что делать? Итак, повторяю, девушки, первый блок, актуальная тема, проговариваем второй блок, как это работает, как ты до этого докатилась, да, как это работает биохимически, третий блок, что делать, что делать, четвёртый блок, что будет, если ты этого не сделаешь, и тут я проговариваю такую фразу, если ты не перестроишь своё питание, не добавишь физическую нагрузку, не снизишь уровень инсулина, то следующий шаг, знаешь какой? Сахарный диабет второго типа, от которого спасения нет, а потом придёт инсульт, инфаркт, злокачественная опухоль, тебе это надо? Я думаю, что тебе это не надо, что это? Я теперь проговорила, что будет, если это не сделать? Я её макнула в самый омут её страхов, потому что у неё мама от инсульта, допустим, умерла или ещё что-то. Я в самый омут её страхов окунула её, если ничего не делаю. Вот. И потом нужно поднять её из омута и показать позитивную перспективу. Но, к счастью, ты сейчас слушаешь мой рилс, а я помогла сотням женщин. Если вы сотням не помогли, смотрите, это обязательно быть честным, обязательно быть честным. Вы можете сказать, ну я сама вышла, если вы были в инсулино-резистентности. Я маму вывела, если маму вывели. Я мужа спасла, вот тут Наташа, которая мужа спасла от инсулино-резистентности, от сахарного диабета. Или просто я знаю, как тебе помочь. Я знаю. Вот. А и тут, что она должна сделать? Она должна написать какое-то слово или перейти к вам в директ, или ещё что-то она должна. Вы можете приготовить конспект здоровья. Ну у меня это конспект здоровья, вы можете PDF-файлик приготовить, где делай раз, делай два, делай три, и ссылка на ваш, допустим, микрокурс или ссылка на NSP, я не знаю, что вы туда заложите. Всё. Вот это структура рился. Повторим? Актуальную тему проговариваем. Как ты докатилась до такой жизни? Почему это с тобой происходит? Проговариваем. Это биохимия вопроса. Что делать? Это как выйти из этого состояния? Что будет, если не сделать? Углубляемся в негатив. И как я тебе могу помочь? Всё. Всё. И тогда каждый рилс у вас будет дротиками попадать в человека. Каждый рилс у вас будет мотивировать человека. Можете мотивировать от пряника. И когда ты пройдёшь мой курс, у тебя волосы будут, будут прямо, ну не знаю, шевелюра. Или наоборот, от кнута, как я вам рассказала по инсулинной резистентности. Я не знаю, всё зависит от вашей выбранной темы. И от вашей структуры личности. Я мотивирую и тем, и другим. Но люди больше мотивируются, когда от кнута. Так. Я знаю, что вы все умные. Вы все прям умные. Вы прошли богатый нутрициолог или сейчас в процессе прохождения. И так хочется поумничать, вставить какую-нибудь умную фразу. И так. Ну, инсулинная резистентность сама по себе умная фраза. Ну, извините, что мы её сейчас крутим. Ну, просто я на всякий... Я первую папашу себе взяла. Или там истощение корынотпочечников, недостаточность корынотпочечников. Но старайтесь не умничать. Потому что я замечаю, что иногда я слушаю-слушаю человека до тех пор, пока он ошибётся в термине. Ну, потому что... Ну, давайте так. Я врач, и я глубоко понимаю термины, и то не все. Термины — это такое дело, чтобы доктора говорили на птичьем языке, и их не понимали нормальные люди. Вот. Поэтому ошибётесь в термине, начнётся хейт какой-то за это в социальных сетях, это собьёт вашу уверенность в себе. На-фига! А хейта будет, друзья, сразу предупреждаю. Кто уже столкнулся с хейтом? Хейт — это ненависть, плохие отзывы в сетях, когда вас за что-то там ругают. Друзья, вы ещё не работали. Если на вас не вылили мешок с говном, то вы ещё просто не работали. О, вот. Это Галя, видимо, столкнулась с хейтом. Ну, мне всё равно на хейт могу подыграть. Какое? Знаете, вначале, вначале у меня прям хорошо, что есть Юра рядом. Он меня поддерживал. Он просто, ну, серьёзно меня поддерживал. Как-то, не знаю, просто добрым словом. Но это было мне тяжело. Например. Ну, смотрите. Свекольник. Свекловичный, да? Ну, нормально, да, слова? Но оказывается свёкла. А я всегда говорю свекла. И я вот записала рилс, который, в котором свёклу назвала свекла. Потом перепроверила. Реально. Бывают слова там творог, творог с двойным ударением. А свекла, никакой свеклы нет. Есть только свёкла. В общем, я неправильно поставила ударение. Оказывается, у нас, блин, все русские лингвисты. Прям все поголовно. Столько хейта, что у нас инстаграм-канал с 60 тысяч вырос до 120. 60 тысяч новых подписунчиков. А-а-а! Да! 50 тысяч, друзья! То есть, когда вы чувствуете, что на вас валится много говна, это значит, ваш рилс залетел. А если ваш рилс залетел, то придут огромное количество новых людей, на которых вы можете работать. Вторая, второй момент. Ну, это... Это буряк им, да. Согласна. Надо было буряк говорить, да и всё. Ну, такое. Второй момент. Я еду в поездки по Европе, по кромке моря. Европа точка избранная. Ну, в общем, я на седьмом небе от счастья. А девочки ставят мне мои маленькие вот эти вот рилсики, шоты, называется, в Ютубе. Ставят, 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 потому что меня нет, я не работаю. Ну, что-то ставят старенькие мои. Вот. И у меня есть видео про какашки. Вот просто видео про какашки. Оно очень старое, я не знаю, там ещё до ковидного времени. И вдруг народ начинает глумиться над тем, что я говорю, что говно в проруби не тонет. Ну, такой фекальный юмор. Сразу понятно вообще уровень развития населения. Но это дало, пока я ездила, 50 тысяч новых подписчиков. Боже, я до тысячи шла, не знаю, два года в Ютубе. Я не знаю, сколько у вас в Ютубе подписчиков. Напишите, напишите ко мне прямо сейчас, напишите. Вот. Ну, плюс 50 тысяч. Вы готовы как-нибудь так вот ошибиться, да? Или сказать не то слово. Вот нормальный хейт. Это нормальный хейт. Но если вы знаете, что вас слушают в том числе люди, которые имеют там медицинское образование и так далее, старайтесь. 60-33. 633. Представляете, 50 тысяч 633. Это уже совсем по-другому будет. Поэтому не бойтесь ошибаться. Я вас просто готовлю. Ну, вы видите, что пишет Веня. Ну, в общем, друзья. Ошибайте, что хотите, делайте. Только не в терминах. Лучше избегайте терминов, потому что мы должны говорить простым языком. Вот давайте с вами договоримся. Мы за простоту в медицине. Мы на самом деле в авангарде медицины. Не эти узколобые профессора, которые не знают, что делать. Пришла женщина с инсулинорезистентностью, он её готов обследовать. Какие-то на ней таблетки попробовать новые, инновационные. А реально прописать ей питание он не может. Он не может. Потому что, ну, как бы это слишком мелко для него. Мы в авангарде медицины. Мы должны говорить так, чтобы человек понимал. Поэтому всё упрощайте. Прямо упрощайте. Вот вы так понимаете? Не обязательно вам выговаривать все сто процентов. Вообще стараюсь не говорить, да, да. Вот я тоже, если я на новую тему, на какую-то пишу рилсы, я, конечно, проштудирую эту тему. Я там прогуглю, я посмотрю какие-то источники, я сформирую своё мнение. А потом простым языком или лучше в картинках, в картинках, всё это дело говорю. Почему в картинках работает? Вот смотрите, друзья, ничего не отвечала я по поводу свёклы. Я на хейт не реагирую совсем, вот как бы вообще. Потому что люди, которые меня хейтят, находятся на более низком уровне развития. Это те люди, которые не единоворился и не записали. Смысл мне разговаривать с ним. Вот если бы он проходил по улице, я бы на него не обратила внимания. Почему я должна обращать внимание на его грубости в социальных сетях? Ну, то есть смотрите, те люди, которые вас хейтят в социальных сетях, им делать нехер. Они сидят по ночам, у них бессонница, они наелись углеводов на ночь. Им делать совершенно нечего, потому что человек, ну как бы один из них так и написал. Я читаю вот эту переписку по поводу какашек в проруби и понимаю, что я вообще здесь делаю. Вот единственное, ему я хотела ответить. Я говорю, чувак, ты на дне, я тебя поздравляю. Поздравляю. То есть вы бы с этими людьми-хейтерами не встретились. Они не могут зайти в ту кафешку, в которой вы можете зайти. В тот ресторан, где вы можете быть. Они не могут посетить тот отель, который вы можете себе позволить, потому что они безденежные, бездельники. Они не записали ни одного рилса, ничего. Они только хейтить умеют. Почему вы должны им отвечать? Своё время на них тратить? Это много для них чести. Люди питаются вашей энергией, ждут, когда хапнут энергии. Да, может быть, и с этой точки зрения. Так вот, не умничаем, говорим только то, что понимаем. Вы знаете на 90% больше, чем знает человек, который в вас вслушивается. Но это не значит, что все 100% информации нужно выдать. Вы всё равно выдаёте 10% информации, показываете то, что вы понимаете, о чём вы говорите, и что можете человеку помочь. Дальше. Всегда говорите правду. Это невербальные вещи. Вот это невербальные вещи. Если вы действительно помогли пяти тысячам людей, говорите об этом. Если не уверены, говорите тысячи человек. Если не уверены, не уверены, я помогла своей маме. И вы думаете, конечно, все пойдут к Бахтиной, у неё пять тысяч человек, она помогла, к примеру. Нет, друзья. Покупают всегда вас как человека. У каждой женщины есть муж. То есть мужчина, который в неё влюбился, сделал предложение, они вместе завели детей и так далее. Здесь точно так же. У вас какая-то своя энергетика, не знаю, свой какой-то акцент вы расставили, свой уровень заботы. Вот это списывается, поэтому растите вместе со своей аудиторией. Маленькая аудитория, небольшое количество результатов и так далее. Всегда говорите правду. Следующий момент — шутите. Вот этот лёгкий юмор. Прям прорабатывайте. У меня была даже такая идея рассказывать анекдоты, перерабатывать их внутрицилогически и рассказывать анекдоты. Ну что-то так много работы, что-то я до этого не дошла. Можете вы себе заработать новую аудиторию, если умеете рассказывать анекдоты. Вот я не очень умею рассказывать анекдоты, они у меня не смешные получаются. Но это имеет смысл. Деточка, при вашем весе вы должны иметь рост 2 метра 54 сантиметра. Ну как бы про оптимальное весо-ростовое соотношение. Вот какие-то такие вещи. То есть шутите, потому что вот эта вот шутка, она задерживает внимание человека на вас. Он у вас, вас уже не забудет. И когда в следующий раз попадётся ваш рилсик, он обязательно откроет. Поэтому прям поставьте себе. Понятно, что в маленьком рилсе, боже, ну как же там всё уместить. Ну какую-то такой очень, может быть, не прям целую шутку проговорить, но где-то юмор включить. Старайтесь всё делать с юмором. Вот. И придумывайте картинки. Я одно время читала лекции полякам. Вот. И они меня до сих пор называют байка, сказка. Потому что я им рассказала. А печень сказала, а почки ответили. Вот эту вот сказку я им рассказала. Для них было просто какие-то разрывы шаблонов. Потому что они привыкли, что у них курсы нутрициологические. И выходит профессор. Поправляет свои очки. И бу-бу-бу. Поджелудочная железа расположена на задней поверхности. Фасции, брюшной полости. Бу-бу-бу. Делает такое количество ферментов. И они там. И тут выходит бахтина. Вот. На каблуках. И говорит. Собрались внутренние органы на совет. Народ так шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Вот. Они поржали, посмеялись со мной. Мы там с переводчиками ещё посмеялись. Всё. И они потом что делают? Берут и это передают следующему. Боже, я это делала 6 лет назад в Польше. Они до сих пор показывают на меня пальцем. Я уже 6 лет им ничего не говорю. Не выступаю перед ними. Показывают. Это пани-байка. Пани-байка. До этого они меня называли пани-вантроба. Миссис печень. Печень. Миссис печень. Потому что я с точки зрения печени рассказала, какие они... Какие они плохие хозяева. Давайте выпьем воды. Когда вы ведёте прямые эфиры. Смотрите. Многие боятся прямых эфиров. Если вы не включите камеру на прямой эфир, то как люди поймут, что вы плаваете в информации, как рыбка в воде? Ну как они поймут? Лучше всего люди понимают, что вы прям хороши, когда блиц-опрос. Да? Вот он вопрос, а вы ответ. Он вопрос, а вы ответ. Вы вопрос, а что вы думаете на тему там какой-то гиперборической оксигенации в какой-то там практике? Я говорю, я не знаю. Я ничего на эту тему не думаю. Мне нужно нагуглить интеллект. Я призналась, что я не знаю. Я не могу узнать все... Боже, несмотря на то, что я генетик, я не могу узнать все генетические... Да, шок-переводчик когда был, все генетические диагнозы, несмотря на то, что я генетик. Вот. Вроде бы должна знать, но не должна на самом деле. Как вы можете сказать? В целом я этот вопрос не знаю, но если вы мне напишите в директ, я нагуглю себе интеллект на эту тему, пойму, какую нутрициологическую программу вам предложить, еще посоветуюсь в нашем сообществе нутрициологов, может быть, у кого-то есть результаты на эту тему, и вам дам обратную связь. Окей? Окей. Это классно? Это классно. Вы же не одни, вот, единственный в мире нутрициолог. Нет. Вы в богатом нутрициологе. Вы в системе. В системе нас много. У каждого свой опыт. В системе есть я. А я вам скажу, в каком направлении. Итак, не умничаем, говорим только правду, шутим, придумываем картинки. И теперь по поводу общей энергии, которую мы даем. Друзья, у вас мало времени. Дайте энергию. Это невербальная вещь. Энергия — это невербальная вещь. Я вот сейчас, ну, прям вот как бы тот профессор, который поправлял очки, и собрались внутренние органы, да? Это разная энергетика. И вот это вот люди запоминают. Поэтому не бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А у вас всего полторы минуты. Дайте эту энергию людям. Вот. Для того, чтобы вас запомнили, для того, чтобы от вас взяли эту помощь. Потому что если вы будете сильно умничать, люди стесняются брать помощь. Ой, она такая занятая, она такая серьёзная. Это прям страшно. Людям страшно написать. Людям страшно и мне написать. Но тут уже по другой причине. Слишком, ну, люди видят большой канал и так далее, да? Вот. А вам, пока у вас каналчики маленькие, люди понимают, что они с вами наравне. Ну, может быть, вы немножечко больше знаете в этой сфере. Вот. И легче. Люди легче вам пишут. Поэтому просто располагайте к себе людей. Это, знаете, у меня есть такое наблюдение. Девушка. Девушка. Она всю жизнь хотела много денег зарабатывать. И вот она стала много денег зарабатывать. Купила себе квартиру. Носит только брендовую одежду. У неё всегда дорогие часы. У неё самый последний смартфон. Она ездит на автомобиле, который вот только-только выкатился из салона. Вот. А парня нет. Вот нет парня. И чтобы этот парень вдруг у неё появился. Она летает на Бали или Бали. Я не знаю, как ударение. Вот. В бизнес-классе. Потому что там, ну, мужики зарабатывающие. А они не цепляются. Не та энергия. Да? Вы же, наверное, это понимаете? Что женщина как бы нравится мужчинам на энергии какой-то… Она, может быть, нуждается в помощи, вот, в какой-то поддержке, в защите, да? А у этой женщины всё есть. Она не на той энергии. Вот и вы точно так же, когда вы записываете рилс, попробуйте создать ту энергию, чтобы к вам легко было обращаться. Чтобы это прям человек, фух, наконец-то я её нашла, быстренько написал, даже не думал, страшно, не страшно. А, наконец-то я её нашла, боже, она мне поможет. Быстренько написал, а вы и ответили. Да? Создавайте вот эту вот энергию лёгкого общения с клиентом. Так, хорошо. Так, идём дальше. Это я сверяюсь. Я тут же готовилась. Я говорю правду, точно. Я, в отличие от других спикеров с медобразованием, говорю просто, за простоту в медицине. Иначе, знаете, когда я начинала тогда, когда нутрициология ещё не называлась нутрициологией, и на нас медики смотрели, ну, как на отбросы общества. Ты чем-чем занимаешься? Ты серьёзно? Ты ж врач, как тебе не стыдно? Вот так мне говорили, друзья. А потом, когда это стало в тренде, модно, когда люди поняли, что доктора не решают основные вопросы, а эти страны нутрициологи решают, и теперь уже говорят о том, что у каждого человека должен быть свой нутрициолог, доктора вдруг ворвались в нутрициологию и начали и умничать, и запрещать сочетания, и запрещать, ну, в общем, все свои фишки из медицины, все свои медицинские вирусы сознания, и все свои ограничения они притащили из медицины, в том числе и термины. Поэтому вот ещё раз, пожалуйста, просто. Так, я честно не отвечаю на вопросы, в которых не разбираюсь, я уже говорила. Подробно отвечаю на вопросы, в которых разбираюсь, да. Я не продаю человеку курс, если считаю, что курс человеку не нужен. Да, друзья. Вот всех денег не заработаешь. Я очень хочу, чтобы человек у меня сначала прочитал книгу, потом пошёл в систему «Старости нет», вот, потому что это более длительное сопровождение, получил классный результат и понял, что он вообще, пока он учился в «Старости нет», всех вылечил вокруг. Так это же его специальность, и чтобы он пошёл потом в богатого нутрициолога. Я прямо этого хочу, да. Но если я вижу, что мне человек задаёт вопрос, ну, почему, какой вопрос, ну, например, там, по беременности, да, ну, не надо беременной идти в систему «Старости нет», это не болезнь, это, ну, в общем, это не вовремя. Я ей даю просто конспектик здоровья, не продавая даже ей свою консультацию. Говорю, слушайте, ну, у вас лишние 200 евро? Нет, не лишние. Давайте я вам бесплатно скажу, что делать, но только вы будете делать. Давайте. Я даю заготовленный конспект здоровья, и она понимает. А, она сохранила мне деньги, дала всю пользу, вот, ещё поместила в чат поддержки, ну, классно. Потом эта женщина одного родила, второго родила, и сделала плюс 7 килограмм в конечном итоге. К кому она пойдёт? Да к той, кто сохранила ей деньги, друзья. Пусть не сейчас, через некоторое время, просто остаёмся людьми. Вот. Я работаю с большой командой специалистов, да, это точно. Смотрите, ну, не умею я, я, наверное, умею, вообще я всё умею. Я сама делала сайт. Сейчас он уже не рабочий, но я его сделала сама. И только, ну, как бы в конце, когда у меня уже появились деньги, я на условиях частичной занятости нанимала девушку, которая мне этот сайт переделала, ловала, модернизировала, делала его более читабельным. Я вот тот монокол, который, через который многие из вас, возможно, уже работают, не знаю, работаете, не работаете, я его делала тоже сама. Я во всём этом разбиралась, я делала продукты, я всё могу делать. Просто сейчас я этого не делаю, потому что у меня есть деньги заплатить людям, которые мне это сделают, сохраняя мне время. А поначалу делайте сами. Но мне нравится пример Галины Подчерняевой, которая, ну, не разбирается она в Инстаграме. Но она помогла девчонке, которая заменструировала, у которой стало хорошее настроение, либидо вернулось, всё такое. И так говорит, слушай, я тебе 100 евро, а ты мне Инстаграм. И всё, у них очень хороший тандем. Вот в таких тандемах, собственно говоря, и получается хороший продукт. То вы не можете быть хороши во всём, в обложках для рилсов, в том-то... Мы, конечно, всему этому вас научим. Вот эта вот моя команда, которая большая команда специалистов, она уже собрана сейчас, она уже собрана. И она не только на обслуживание меня, она ещё и на обучение вас, как что делать. Поэтому я думаю, что это очень круто. Могу рассказать немножко, как команда формировалась. Ну, давайте расскажу, просто чтобы вы понимали, с кем вы работаете. Ира Саншаса. Это было ещё ВКонтакте. Я уже написала книгу. У неё не было названия. Я уже написала книгу. И эта книга уже год или два пролежала на диске С, потому что, ну, слушайте, издавать книгу, ну где её издавать? Кто её будет читать? За свои деньги издать? Оно мне надо. Написала и написала. Я её сбрасывала иногда людям, которым мне было долго объяснять, как ей похудеть. Ну ладно. Написала и написала. И тут ВКонтакте я вижу кнопочку, типа «Напиши книгу, скажи своё слово миру». А я уже написала книгу, нажала на эту кнопочку. А под этой кнопочкой девочка, которая говорит, «А, Лена, я так люблю книги, я так люблю, мы продадим вашу книгу, давайте, давайте». И, в общем, я думала, что она будет мне как-то книгу верстать, как-то её улучшать, вычитывать. Нифига. Она её стала, что? Продвигать. Это Саншаса Ирина. Я заплатила на тот момент большие деньги, помню, этой Саншасе Ирине. Вот. И мы ещё, у нас книга была не свёрстана до конца, я всё переживала, что там, ну, надо же было вычитать её много раз. Вот. Но она говорит, а мы уже будем начинать продавать. Мы продавали людям книгу, но её не давали. То есть, это была предпродажа, и только с 14 февраля уже как бы книга пошла всем людям. Мы продали. То есть, я в два раза больше вернула себе денег, чем заплатила Ире, ещё книгу не выдав людям. Думаю, нифига себе, девчонка. Вот это да. И вот это вот мы книгу продавали, продавали книгу. А потом случилась беда, у Иры украли её сына, шестимесячного сына. Шесть месяцев ребёнку украли сына у неё. То есть, муж взял, её напоил чем-то снотворным и уехал с сыном вообще в неизвестном направлении. И это было, ну, в общем, это, я не знаю, у меня такая депрессия была, она, слышу через, мы же не виделись с ней. Мы на тот момент ни разу друг друга не видели, только по телефону. Слышу, что она плачет и курит, плачет, курит и ругается матом. Да. Что мы сделали? Что мы сделали? Я говорю, Ира, так нельзя, надо собирать деньги адвокатам, бандитам, всем. Ну, в общем, надо возвращать. И что мы сделали? Мы стали продавать книгу «Старости нет», ей 90% дохода, 10% прозвонщику. Кстати, прозвонами я тоже сама занималась, друзья. Я занималась прозвонами. Почти полгода я занималась прозвонами сама. Мне пришёл заказ на мой продукт, и я там звоню. Здравствуйте, заказ, я Бахтина Елена, ну что, пойдём заниматься? Всё, я это делала. У вас не такая большая нагрузка. Вы можете прозванивать каждому человеку, который вам в директ написал. Так и пишите, поговорим голосом. У вас будут продажи. У вас будут продажи. Делайте это. Так вот, в конечном итоге всё закончилось хорошо. Эти деньги помогли Ире вернуть Ивана. Сейчас Иван уже в школу пойдёт. Если я вам расскажу душесчипательную историю про Мэри, которая осталась без первого мужа. В общем, двое мальчиков и ноль мужей. Ноль квартир. в очень крупном городе. Ну, в общем. А сейчас третья девочка, которая Вера. Трое мальчиков. Один из них особенный. И тоже ноль мужей. То есть, это девочки, это герои моего времени. Это такие девчонки, оторви и выбрось. Это девочки, которым надо. Для которых это выживательно. И они понимают, что и да, вот как бы на подбор, да. И они понимают, что вам надо. То есть, это очень крутая команда зубатых, по-настоящему нормальных зубатых людей. Я не знаю, но вот у меня трое детей, было ноль квартир, ну, как бы после развода. У меня был какой-то такой сложный развод, развод, да. И я прям не знала, как заплатить деньги за аренду квартиры. Мне было очень сложно в финансовом плане. очень сложно с этими разными детьми, двое из которых Юрина и одна моя была. Друзья, ну, как бы это закаляет. Я думаю, что и у вас какие-то такие истории есть. В общем, это большая команда, и мы эффективны, мы эффективны, мы помогаем, потому что мы постоянно растём. Дальше. Я стараюсь доносить мысли не словами, а образами. Да, это про меня. Вот, это я всё вам рассказала, рассказала. Где брать идеи для рилс? Слушайте вопросы клиентов, собирайте обратную связь. Всё, это тоже я вам сказала, да? Вот, как объяснить сложное простым языком? Ну, вот я на примере запроса парился, вам рассказала. Как я научилась помещать интересное и важное в одну минуту? Друзья, я умею и привыкла читать презентации полутора часов. сейчас уже 19.01. Вот, у меня ещё есть информация к вам. Да, в основном это полтора часа. Вот, потом был запрос от Ютуба, потому что на определённом моменте, да, спасибо, на определённом моменте Ютуб сказал, что мы будем продвигать только десятиминутные ролики. Можете полтора часа не выходить, никто, я не буду продвигать. И что я сделала? Я стала писать десятиминутные ролики, то есть структуру под десятиминутный ролик. А потом появился ТикТок со своими сиськами и письками. И вот что делать? Как я за одну минуту вот это всё уложу? Друзья, если вы очень хорошо понимаете тему, вы можете полтора часа, вы можете десять минут, вы можете одну минуту. У меня в моей практике было так. Сначала у меня сформировалось десять тем, например, физическая нагрузка, белок, углеводы, жиры, детокс. Десять тем сформировалось, на которых я могла говорить один час. Но у меня появился продюсер, который говорит, слушай, один час это много, полтора часа это много, давай разберём, разобьём эту тему на три подтемы. И ты одну тему будешь говорить по полчасика, и этого будет достаточно. я сказала, окей, но мало информации я давать не могу. И у меня получилось, тема белок это три отдельные темы, потому что суточную норму надо посчитать, до переваривания нужно рассказать, и что там ещё, и где белок в теле, ну как бы все ферменты, вот это всё нужно дать, да, вот. И так по каждой теме, представляете, из коротенькой полтора часа по каждой теме у меня получилось полтора умножить на четыре, потому что по каждой теме было ещё нулевое занятие рекламное, где я тоже даю пользу. И вот так вот я разрослась по информации. А потом, продюсеры, сейчас скажу, а потом времена продюсеров закончились потом, и потом начались времена социальных сетей, где наоборот нужно было уложиться в минутку. Ну, то есть это такое. И у вас, если так надо будет, то так получится. Как я нашла продюсер? Ну, как бы не очень я искала, я просто вела свой блог, который никто не читал. Это было ещё до особо соцсетей, ну, там, соцсети ещё особо не работали. И на постсоветском пространстве началось какое-то нездоровое движение интернет-продюсерства. Может быть, вы не застали это интернет-продюсерство. Ну, выходили люди, которые имели опыт, например, опыт в ароматерапии и рассказывали, как они используют ароматерапию. Или опыт в психологии, рассказывали что-то про психологию. Была какая-то девушка, которая в прошлом балерина, она танцевала в прямом эфире, и это люди сидели, смотрели, я не знаю. Вот. А у меня была тема по лицу. Вот. И эта тема по лицу прям залетела. Фейс-фитнес. Вот. А после фейс-фитнеса уже залетело и всё остальное, ну, потому что всё-таки умение говорить, это очень важно. Вот. И сначала меня нашёл один продюсер, и я когда пришла на площадку, у меня были времена, когда у меня было 100 продюсеров. И вот тогда я сделала много своих продуктов, интернет-продуктов. Курс трансформации тела, курс трансформации лица, множество мелких курсов. Вот. Потом все продюсеры сдохли. Но к тому времени я уже нашла Ирус Саншаса. Как я её нашла, я вам рассказала. Так, хорошо. Как я придумываю, что сказать в РИЛС? Рассказала вам. Что увлекает людей в подаче информации? Рассказала. Шутка, говорить правду, придумывать картинки и не умничать. Рассказала, да? Всё. Теперь смотрите, что у нас, что мои замечательные девчулечки придумали. Они придумали, как вот эту пирамиду, да? Видели вы эту пирамиду? Вот эту вот пирамиду? Не знаю. Давайте я её проговорю, потом, может, покажу. Шесть ступеней. Шесть ступеней. Первая ступень. Создаём социальные сети. Это для вашего продвижения, чтобы ваш... Сейчас, это алмаз или бриллиант. Чтобы ваш бриллиант получил огранку, да? Огранку. Чтобы вас услышали люди, у вас должны быть сети. Это первое, что у меня спросила Саншаса, когда я нажала на ту кнопочку и услышала впервые её голос. Она спросила, что у вас с социальными сетями? А у меня был порядок уже с социальными сетями, потому что тот блок, который никто не читал, но там собралось большое количество моих статей. Я их прям брала по одной статье и выкладывала в социальную сеть. Брала и выкладывала. У меня каждый день в социальной сети, тогда это были Одноклассники и Фейсбук, была информация. А потом я догадалась вот брать один вопрос, острый вопрос какой-нибудь, и делать из него текст. Тогда работали тексты, друзья. Сейчас работают рилсы. Поэтому сейчас, ну, с одной стороны проще, с другой стороны, ну, кому как. Вот, социальные сети, все, смотрите, из каждого утюга вы должны звучать. Вот не смотрите. Ой, Фейсбук, он какой-то странный. Вот, смотри, я переехала в Европу, а здесь Фейсбук. Друзья, вот они всё тут делают через Фейсбук. У них практически нет Инстаграма. Пока я жила в Украине, там Инстаграм, ясное дело. О, советское пространство, это Инстаграм. Тикток. Ну, как можно за одну минуту что-то сказать в Тиктоке? Знаете, как я работала? Я садилась и надиктовывала семь рилсов по одной минутке. Семь рилсов. Это, ну, не семь минут времени. Может быть, вы перезаписываете. Скажите, сколько у вас уходит, сколько раз вы перезаписываете видео? Вот, сколько раз, прям цифру напишите, в среднем вы перезаписываете видео, когда вы делаете его. Девять, пять, десять, десять. Друзья, вы замахаетесь. Три, три-четыре. Вот прям замахаетесь вы. Я тоже иногда перезаписываю видео, но я стремлюсь всё-таки сделать с первого раза. Вот я намучаюсь, поставлю себе освещение, а потом, вот я представила этого человека, и я с заботой сказала ей это. Знаете, когда я перезаписываю, когда я не успела призыв сказать, ну, не влезла в видео. Вот это вот да. То есть старайтесь не стараться, потому что, ну да, вот я с Ирой Саншаса согласна. Если вы идёте на свидание, очень сильно стараетесь понравиться этому человеку, мужчине, он прям считает, что вам очень сильно надо, и вы очень сильно стараетесь. И скорее всего у него там корона какая-нибудь вырастет. А если вы пришли посмотреть, что за человек, он просто познакомится, никакой важности на этом человеке нет, то он это почувствует. И тогда уже он будет стараться, если вы понравились ему, продолжать взаимоотношения. Но это нормально. Вот представьте себе, что вы идёте-идёте по улице и встретили свою знакомую. И прям вот она задала вопрос, слушай, у меня такой ажор по ночам, я прям не знаю, что делать. А вы ей быстренько, мимоходом, ну быстренько, взяли и сказали. Вы что, будете перезаписывать? Нет. Взяли и сказали. То есть старайтесь, если вы будете давать большое количество рилсов, а ну-ка каждый день хотя бы по рилсику, то не будьте перфекционистом, не надо 10 раз переписывать. Ну один-два раза. Ну не получился рилс. И что? Ну не получился. В следующий раз получится. Просто если каждый день... Так, если мне нужно 7 рилсов записать для ТикТока, так, чтобы каждый день выкладывать потом по одному рилсу, чтобы каждый день у меня было по одному рилсу, а то мне 70 рилсов нужно записать и из них только 7 выбрать, ну это слишком много времени. У меня столько нет. Я не знаю. Мне ещё физкультурой нужно заниматься, мне ещё на пляжик нужно, мне ещё ресторанчик нужно с подружечками, книжечку почитать, что-нибудь богатым нутрициологам ответить. У меня нет столько времени. Понятно? Создаём социальные сети. Окей. Вторая ступень... Да, зачем мы это делаем? Прямо наша команда сделает вам эти социальные сети, откроет, чтобы зарегистрироваться, потому что многие не ориентируются, как даже открыть тот же самый ТикТок. ТикТок, да? Вторая ступень. Первые подписчики, первые просмотры, первые деньги. То есть целевая аудитория, что говорить, какой контент, ну в общем всё вот это. Я здесь... Смотрите, моя задача пилить видео. Моя задача пилить видео. А девушки вам уже скажут, что и как, и как это создавать. Третья ступень. Как создавать продукты. Да. Да. Крутая программа продвижения. В ней технические азы для тех. Точно. Вера, я потом почитаю всем. Да. Значит, следующая ступень, это как создавать продукты. Ваш продукт. Вот смотрите, моя история. Меня нашли продюсеры, ну первый продюсер, и говорит, и говорит мне, можете дать тему, допустим, ну по выпадению волос? Я говорю, конечно могу дать. Вот. И контент у меня есть, всё хорошо. Она говорит, что будем продавать? Я говорю, в смысле, что будем продавать? Ну какой-нибудь продукт надо продать. Он говорит, а я ей отвечаю, ну слушайте, мне не так сложно проконсультировать человека, у которого выпадают волосы, чтобы волосы не выпадали. Ну я не склонна за это брать деньги. Я ей так ответила, продюсеру. А продюсер говорит, я ничего не поняла. То есть вы не хотите брать деньги за консультацию, а я что с этого буду иметь? И тут я поняла, что продюсер работает со мной, чтобы получить от продажи 50%, друзья, 50%. говорю, окей, хорошо. А вот сколько бы вы хотели, я тогда задала вопрос этой женщине, сколько бы вы захотели денег, ну вот прям в деньгах? Она говорит, ну 100 евро, вот нормально, чтобы я же могла с вами работать. Я говорю, хорошо, тогда мой продукт будет стоить 200 евро. То есть 100 евро продюсеру, потому что он берёт свою аудиторию, продаёт, ну как бы зовёт людей, да, у меня тогда аудитории своей особо не было. Вот. И 100 евро, потому что я буду вести эту консультацию. 100 евро мои. Ну это нормально? Нормально? И вот буквально первый эфир, тогда это всё в вебинарных комнатах происходило, не на ютубе, не на каких платформах, а в закрытых вебинарных комнатах, друзья. Вот. И у нас прилетает первый заказ, и я беру в руки свои первые 100 евро. Уху! Так мне надо было создать продукт. Этот первый продукт назывался консультация. Консультация. Вот. Куда положить эти продукты? Как сделать описание продуктов? Друзья, я всё это умею. Я это всё умею. Я всё это проходила. Ночами. Я это всё делала ночами буквально. Дети спали, муж спал, а я сидела, ещё так был стационарный компьютер, не на пузике с компьютером, ночами прям всё это ваяло. А у нас, у вас. Всё это облегчено, потому что есть прям много наработок. Как создать свой продукт? Теперь продажи. Продажи. Как устроены продажи? Видите, рилсы продают, прямые эфиры продают, вебинары, вот такие зум-сессии продают. Я не знаю, что именно в вашем случае, потому что команда смотрит на то, что вы уже делаете и разрабатывают технологию под вас, да? Вера, чтобы я не сильно, ну, не в своё лезла, ну, просто я говорю то, что я прохожу и проходила. Дальше. Ступень пять. Рилс воронки и автоматизация. Автоматизация – это чудесно. Вот, друзья, я, в конечном итоге, договорилась с командой, что мы не продаём запусками. Вот раньше продавали запусками. То есть сначала какие-то подготовительные эфиры, подготовительные рилсы, подготовительные тексты. Потом мы людей зовём на марафон от трёх до пяти дней, где даём кучу пользы, прокачиваем их и каждый раз продаём, продаём, продаём какой-то курс. И потом, вау, ля-ля-ля, наконец-то, вот этот курс покупайте. Вот так вот было. Но это очень изнашивающая технология. Потом Саншаса Ира говорит, нет, мы не будем больше продавать запусками, мы создадим воронки, системы автоматизации, чтобы книга продавалась каждый день. Мы посмотрели, чтобы нам быть очень богатыми, 50 тысяч евро в месяц, чтобы проект переносил, нужно, чтобы продавалось столько-то книг, вам тоже нужно, на ваших продуктах, смотрите, вам нужно будет цель поставить, сколько я хочу в месяц денег. Какие у меня есть продукты? У меня есть дешёвая книга, например, подороже система старости нет и совсем дорогой, богатый нутрициолог. Сколько мне нужно книг продать по воронкам автоматизации? Сколько мне нужно богатых нутрициологов продать? И сколько мне нужно систем старости нет продать? Через что? Через автоматизированные воронки. Куда человек попадает, догревается? В общем, это вам всё уже расскажет моя команда, Вера и так далее. Вера, Мэри, Ирочка Саншаса. И выполнение обязательств. Ну тут, с моей стороны, смотрите, какие обязательства с моей стороны. У меня обязательства, если человек мне дал денег, то я должна ему выдать качественный продукт. Я должна его сопровождать в чате. Кстати, заметили, из чатов никогда никого не удаляю. У меня люди часто спрашивают, Лена, у меня курс всего три месяца. Вот три месяца закончилось, мне удалять клиентов из чатов? Говорю, ты вообще как? А вдруг у него потом вопрос будет? А вдруг у него потом откат будет? А ты ему возьмёшь и вовремя поможешь. И он скажет, когда клиенту ты помог, он расскажет одиннадцатый человеком. А когда ты забил на него, он, извините, когда помог, троим расскажет. А когда ты на него забил, одиннадцатый человеком новым расскажет. Что, представляешь, я у неё похудела, а потом там что-то со мной случилось, и она мне отказала. Нет, я никогда не удаляю из чата. То есть, это мои обязательства. Был такой момент. В общем, на меня вышел продюсер, какой-то крупный продюсер, говорит, мы тебя будем продавать, прямо вот очень много рекламы давать. И он вложил на тот момент какую-то совершенно головокружительную сумму в рекламу, просто невероятную сумму в рекламу. Так что этот курс мой, по личику, купило, не знаю, огромное количество людей, не знаю, может быть, пятьсот человек. Но так как деньги он вкладывал в рекламу, он вкладывал, то он деньги и принимал на свои реквизиты. И вот я разделила эти пятьсот человек на три подгруппы, ну там, по сто пятьдесят, чтобы я могла с ними справиться, по три подгруппы. Уже работаю, у меня всего было шесть занятий. Одно занятие отработала, он мне денег не заплатил. Второе занятие отработала, он мне денег не заплатил. Я уже стала бить тревогу, говорю, так, я сейчас остановлю курс, давай мне деньги, ну как, мою часть, мою половину. В общем, он мне денег не заплатил, друзья. А люди что, виноваты? Продажа шла от моего имени. Я идиотка, на его, это я идиотка, на его реквизиты. Он забрал деньги и уехал в неизвестном направлении, продав пятьсот продуктов. И что вы думаете? Я взяла и довела всех этих людей совсем бесплатно. Более того, он продавал следующий запуск, следующим запуском, ну в общем, я полгода работала бесплатно. Полгода. Ничего. Я не умерла, я не сдохла. Я потом этих людей, ну во-первых, всех в НСП подписала, во-вторых, я их перевела потом ещё на следующий курс. У меня курс трансформации тела, кто хотел похудеть. Да. На то время это было более пятидесяти тысяч евро. Ну да, это был такой стресс для меня, друзья, но всё равно обязательства, обязательства. Мы всё равно выполняем обязательства. Это очень важно. Потому что человек берёт и там пишет, Елена Бахтина, что там, ну негатив, как поискать? Елена Бахтина негатив, или шарлатан, вот что-то такое. И чтобы вы там не засветились в этом интернете с негативной точки зрения, чтобы о вас были только позитивные отзывы. Вот. Поэтому, видите, мы подготовили вот такую вот целую программу. Это будет пошаговая в виде инструкции от пяти до пятнадцати минут. По каждому из вот этих вот вопросов шесть ступеней, которые я вот только что озвучила. Если есть ещё какие-то вопросы ко мне, Вера сейчас слышит меня, может быть, Ира Саншаса сейчас меня слышит, может быть, Мэри меня слышит, может быть, у вас, друзья, есть вопросы, задавайте эти вопросики. И у нас последние десять минуточек, да? Можно вопрос? Давайте. Ольга Бузницкая, Леночка, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сейчас прям вот пишу рилсы благодаря тебе и девочкам. Я просто в восторге, правда. У меня вопрос. Мы все рилсы в основном пишем через Капкат. И у меня был вот этот вопрос, о котором ты сказала по поводу лица. Прям, да, вот эти, как это называется, фильтры. Это было... А в Капкате фильтров нет. Ты оговорилась, не оговорилась, ты сказала, что ты пишешь рилсы в Инстаграме. Я правильно поняла? Я пишу в Инстаграме, выбираю самый легкий фильтр. Также я люблю писать рилсы в ТикТоке, не используя фильтров. Просто в ТикТоке изначально встроено выравнивание тона лица. Вот я очень люблю дачу. В ТикТоке сегодня буквально мне дочка помогла. Я сделала второй рилс, много написала рилсов и не пустила их, потому что мне реально не нравилось лицо. И вот как ты мне говорила, у меня падало настроение, понимаешь? А сегодня я сделала в ТикТоке. В ТикТоке очень хорошо получилось, но я услышала в Инстаграме, думаю, может быть, попробовать в Инстаграме. Потому что я почему-то не нашла в Инстаграме. Вернее, я не нашла, может быть, я не так спросила. Может быть, эти фильтры в Инстаграме какие-то платные или в простой версии можно найти? Да, у меня ничего не платное. У меня простая версия. Я просто выбираю Nature. Там можно, там куча бесплатных фильтров. Выбрали Nature натуральное. И посмотрите, чтобы без ресниц, без... Да, это да. Спасибо большое, Лен. Огромное тебе спасибо. Ты мне прям дала большой толчок. Спасибо. Ещё. Друзья, на самом деле, самый простой способ реально в ТикТок записывать видео, там и длина выставляется сразу 10 минут, 60 секунд. Выбираете. Фильтр автоматически есть. Вы записываете видео, там сразу же можно нажать кнопочку и наложатся субтитры. Вам не нужны никакие дальше капкаты, да, или там вот что-то куда-то ещё. Если у вас нет помощников технических, я... Вот те, кто был надвижен, мы записывали прям видео, инструкцию, как записывать ролики в ТикТок. Если что, продублируйте вопрос, кто не видел этого, скинем. Вера, можно вопрос ещё чуть дополнительно. Я смотрела видео и сегодня записывала именно в ТикТоке. Шикарно получилось. Мало того, я чтобы сгенерировать, я скинула в галерею, а потом вернула в ТикТок, ой, в Капкат, и там сделала и озвучку, и там же обложку сделала. Шикарно появилась. Но в ТикТоке я не нашла субтитры. Субтитры, там стрелочку нажимаете, там появляется, там как-то сформатировать. Я скину. Я скину. Они там однозначно есть. И вы настраиваете после публикации автоматически сохранить в галерею это видео. И потом его просто везде. YouTube, Insta, дублируйте. Он без водяных знаков. Вообще просто шикарно. Спасибо огромное, девочки. Очень здорово. Да. Дальше, дальше. Вера, Вера, скажи, пожалуйста, все ли я сказала? Да, да, все. Вообще роскошно. Я с таким я просто заслушивалась. Очень ценный. Пока Лена нам тут рассказывает, система богатого на грецелок сообщения нам сама рассылает. Идеальная работа. Да, сейчас у нас столько автоматизированных помощников. И этому тоже нужно научиться. Я так думаю, что Вера, да, этому учит. Угу. Так, Екатерина, вижу ваш вопрос по автоворонкам. Эта тема вообще была доведена до логического конца еще в апреле или в мае. Напишите, пожалуйста, в чат «Делай деньги». Как-то так он называется. Мы скинем записи зумов. Это здесь неактуальный вопрос на сегодня. Не проверяла украинские субтитры в ТикТоке. Надо проверить. Вопрос по автоворонкам в богатом нутрицологе. Уже проект не работает. Я пригласила родственницу в богатый нутрицолог в марте из автоворонок. А они уже не работают. Вот я сейчас ответила на этот вопрос. А, извините. Да, да, да. Я поняла. Ну что, друзья? Главное, главное, если вы хотите быть полезным людям, ничего не бойтесь. Вы найдёте свой способ выдавать информацию, свой способ быть полезным человеком. Его просто нужно наработать. Мы немножечко все разные по структуре личности, по энергетике, по подаче информации. Я иногда встречаю настолько интересную подачу информации. Ну там, допустим, сплошной юмор, да, или ещё что-то. Или, например, большое количество научных подтверждений. Ну, просто мы каждый немножечко по-своему даём. Найдите, как вам хорошо, как вам уютно, как вам комфортно, и как вас слышит ваша аудитория. Вы всегда можете поменять свою аудиторию. Если вам не нравится интеллектуальный уровень вашей аудитории, значит, говорите немножечко сложнее. Всё. или наоборот проще. Если хотите больше людей разных, умных и разных, значит, просто говорим. Это на первом этапе очень важно. А потом можете менять аудиторию, изменяя портрет человека, к которому вы обращаетесь. Так, ну хорошо. Если вопросов больше не имеете, тогда мы на сегодня свободны. Да? Всё. Всем хорошего настроения, всем большого количества рилсов. Пишите много, сильно не старайтесь, потому что профессионализм придёт где-то к тысячному рилсу. Сами увидите. Пока-пока. До свидания. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо. 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 .